Начнем мы оперативное совещание с короткого сообщения руководителя полиции Желтоводской. Спасибо, что он явился. В последнее время наметилось у нас здесь конструктивное сотрудничество с полицией, в том числе с Днепром-1. Двигаемся, я думаю, в правильном направлении. О каких-то достижениях и о планах на будущее Дмитрий Юрьевич доложит присутствующим. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Васильевич, присутствующие, я вкратце за истекшую неделю доложу, в Желтоводской отделении полиции было зарегистрировано 156 заявлений и сообщений о совершении различных правонарушений и других подеек, из которых были с признаками уголовных правонарушений, и по ним внесены в ведомости в ЕРДР, это 21 факт. Из них в краже 185-й, 13 фактов было зарегистрировано, возбуждено криминальных правонарушений, из которых, к сожалению, три только раскрыто. Значит, за истекшую неделю было совершено, совершено два грабежа. Два грабежа у нас раскрыты, есть люди изъяты, похищены. Сейчас по ним проводятся досудебные расследования. Зарегистрировано два факта причинения телесных повреждений. Эти факты, в принципе, все бытовые, семейные сварки, то есть лица установлены, проводятся разбирательства. Зарегистрировано одно мошенничество. К сожалению, мошенничество у нас не раскрыто. Это мошенничество, когда по телефону опять звонят, просят номер карточки, сказать, представлять работниками банка, в итоге потом со счетов пропадают деньги у людей. И зарегистрировано три факта смертей, но все смерти не криминальные, то есть своей смертью, но все равно мы должны провести экспертизы, проводим расследование. Значит, Владимир Васильевич, хочу доложить, что за истекшую неделю мы учли те замечания, те нарекания, которые поступали в наш адрес, перестраиваем работу. Тяжеловато, честно признаюсь, почему? Потому что буквально на октябрь месяц штат отдела составлял 115 человек, на сегодняшний день у меня в строю 61 человек, это в месте с уборщицей. В связи с реорганизацией полиции произошло сокращение штатов, отток кадровых специалистов, которые уже по выслуживанию пенсии смогли уйти на пенсию, не захотели оставаться. То есть ситуация где-то немного трудная, но ничего, мы справляемся, я хочу заверить, что перестраиваем сейчас эту работу, пересматриваем, как правильно подойти к тем или другим моментам. Значит, вы обратили внимание на то, что у нас большое количество нарушений благоустройства в городе, то есть много мусора находится, поэтому за истекшую неделю сотрудниками Желтоводского отделения полиции было составлено 4 административных протокола по ст. 152 КОАП Украины, они направлены сюда, на комиссию. Значит, проведена работа с частными предпринимателями, которые допустили нарушение благоустройства города в районе магазина «Девятка», там тоже была свалка мусора, мы предупредили их, пока мы так предупредили о недопустимости, на данный момент должны были все устранить. На этой неделе проверим, если не устранили, будут составлены протоколы. Значит, по улице Парка 18, по жалобе граждан составлен материал по самогонаварению, значит, самогон сейчас направлен на экспертизу. Подтвердился факт? Подтвердился, да, подтвердился. Будет составлен административный протокол. То, что я сказал, что уменьшилось количество людей, у нас возникла проблема с патрулированием, с полноценным патрулированием по городу. Ну, мы пытаемся перестроиться, с этим сейчас проводим патрулирование личным составом, который не должен вообще заниматься. На велосипедах патрулирование? Ну, и велосипедов тоже сейчас у нас нет, к сожалению, поэтому пешим ходом… Велосипеды мы купим. Дмитрий Юрьевич, привлекайте Днепр-1, патрулируйте совместно. В Днепр-1 есть патрульная машина, они имеют очень большую коллекцию. Привлекаем, вот они приехали, мы уже обговорили данную ситуацию, то есть будут и они участвовать в патрулировании. Но у них тоже одна машина, поэтому весь город сразу не перекроешь. И мы учли всю ситуацию, которая проходит у нас в районах города, которые более нуждаются на ведении правопорядка. Поэтому патрули будем направлять в эти районы, в том числе и приближать их будем в территорию школы номер 8, где в последний раз высказана нам была претензия о том, что там очень много шприцов, наркоманов, поэтому мы туда тоже будем привлекать наши патрули, чтобы максимально от этого в село избавиться. Публичное потребление наркотиков тоже является преступлением, вы знаете. То есть не только хранение с бытами и так далее, но является публичное потребление. Публичное, внимательно слушайте меня, публичное потребление наркотиков является преступлением. Откройте уголовный кодекс. У нас не Голландия здесь. Публичное мы не можем зафиксировать, мы только уже последствия фиксируем. Шприц валяется, и все. За руку, если бы мы поймали, то мы его и к уголовной ответственности привлекли. Сохранение. Но то, что там большое количество наркоманов, видно, собирается, что много шприцов, то есть это действительно, поэтому будем приближать туда патрулирование, будем принимать метод. Если ваш ребенок учился в этой школе, я думаю, там бы шприцов не было. Да, Сергей Николаевич? Я просто говорю о том, что в данном случае, представляете, возле школы шприцы, возле школы, возле школы. Эпопия 90-х годов вал потребления наркотиков рос, как раз припался на тот момент, когда вот в школу заходили наркоманы и распространяли это все. Вот там как раз начиналось потребление с курения, потом потребление и так далее. В возле школах это же объект, в общем-то, воспитания. Вы же отец тоже, я тоже. Понимаете, мы же... Обратите внимание, хорошо? Обратите внимание, понял. Ну и стихийная торговля. На прошлой неделе мы не провели рейды, будут проведены в начале этой недели, они провели, потому что погодные условия планировали. По стихийной торговле, смотрите, она начинает заклёстывать город. Когда говорят, что вот милиция гоняется за бабушками, теоретически, возможно, правы, что гоняются за бабушками, там, с огурцами, со своего огорода. Ну, возможно, тут это сложный вопрос во всем мире. Это есть, но я думаю, в Америке, потому что в Манхэттене никто не торгует огурцами. Но там есть проблема с продуктами питания скоропорчащимися. Везде торгуют у нас молоком. Для того, чтобы торговать молоком, необходимы определенные разрешительные документы, в том числе справка на корову, о том, что она не болеет, в том числе туберкулезом. На рынках, естественно, есть лаборатория, которая проверяет молоко. А у нас люди, если у нас произойдет заражение людей какими-то кишечными заболеваниями, у нас будут вопросы задавать потом городскому голове. Каким образом вы, скажем, не обеспечили безопасность людей в городе. Ваши сотрудники подошли, возле Таиса стоят, они же каждый день стоят там с молоком. Поговорили, в принципе, правильно. Превентивные меры тоже правильно. Беседу правильно, все подвели, беседу все нормально, у меня нет вопросов. Но если человек раз не понимает, два не понимает, тогда идет наказание. Наказание, там штраф, если не ошибаюсь, 340 гривен, и плюс конфискация этих товаров через суд. Да, то есть будем продолжать, то есть эфирную торговлю по магазину Таисия учел, перепроверим, если что составим продукт. Так, конечно, там про участки, пойдите, посмотрите. Да, Владимир Витальевич? Да, Владимир Витальевич? У меня на дорогах места, на дорогах, она стоит, работает одна, меньше, она смотрит. Одна. Ну, совестно, наверное. У нее свои покупатели, которые боятся играть. Вопрос все-таки по протоколам по нарушению права благоустройства. Я не знаю, как они составляют, на какое они ссылаются. Они ссылаются на 152, когда протокол составляют. Надо же еще открыть правила благоустройства, утвержденные у нас, по-моему, сессией, РИС-полкома. Открыть правила благоустройства и в правилах благоустройства посмотреть, какой конкретно пункт нарушается. Потому что если вы только на 152 сошлюетесь, а какой конкретно правил, пункт правилустройства нарушены были и кроме того есть четыре протоколе так понимать должно быть 44 в неделю минимум я так понимаю готовы 44 только еще раз говорю людей не хватает 44 будем максимально использовать вот эти патрулирования тоже им задача поставлена не только форма светить чтобы протоколы максимально будем стараться составлять протоколы наполнять казну еще раз прошу понять и учесть на казну если будем надеяться на ваше наполнение допустим они я думаю как бы и для его своем не забрали по фонарям что-то скажете все таки по фонарям скажу одно информация есть работаем пока больше ничего не буду на чеканале по металлу 213 по 213 тоже у нас два факта уже есть если ноги рд это без не про один я думаю ближайшее время самостоятельно сработали правда ближайшее время я смогу начать тоже по уличной преступности что у нас делается вот для уличной преступности и введены эти патрули для того чтобы как-то меньше больше чуть-чуть пугать больше сотрудников полиция находилась на улице чтобы могли быстрее оперативнее воздействовать на уличную преступность для того чтобы не было уличной преступности конечно нам необходимы желательно конечно и машины и бензин чего у нас нету нужно будем ногами ходить на велосипед сядем ну пойдете раз там как мэр да тут стоит не вопрос упадешь я тоже с велосипеда падал ничего страшного поднимаешься и идешь дальше на велосипеде обижаю средняя скорость минимум 24 километра в час максимум я ехал 35 ну 24 я услышал вы сказали что велосипеда дадите экономное здоровье хорошее а вот так украина велосипеды украине не другие а отлично так и нет вообще вас вопросов нету по поводу люков по поводу люков дмитрий у нас люки водоканал бьется как вода блюки какая-то рыба блюки ну я докладывал ну доклады еще раз в тринадцатом году 87 88 начать крышек и люков в четырнадцатом году восемьдесят один пятнадцатом году 36 в шестнадцатом году и это только в марте месяца одиннадцать